Во время подготовки к зимним играм шла активная работа по созданию безбарьерной среды. Сегодня в этом опросе Сочи флагман всей страны. Опыт курорта уже прививается в других регионах. Параллельно с возведением тактильных дорожек, пандусов и лифтов шла серьезная работа по социализации инвалидов и создание толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. Специалисты разработали программу «Жить в мире с собой и другими». Активная эта деятельность велась и в учебных заведениях. Масса всевозможных вне классных, вне школьных мероприятий проводилась в каждом образовательном учреждении и для младшего звена, для начальной школы, и для среднего звена. Это и диспуты, обсуждения, конкурсы рисунков, встречи с паралимпийцами. То есть здесь выбор у образовательных учреждений был не ограничен. Только их творчество, фантазия, настолько все было разнообразно. Эта программа стартовала в 2010 году. Уже в 2011-м ее стали активно внедрять в образовательные учреждения. За это время провели более 5000 разнообразных мероприятий, которые охватили около 30 тысяч школьников. Основная задача – создать благоприятные условия обучения детей с ограниченными физическими возможностями в школах и донести до всех проблемы инвалидов и принципы общения с ними. Надо отметить, что работа дала свои результаты. В некоторых школах уже есть ребята с ограниченными возможностями здоровья. Они прекрасно чувствуют себя в этой среде, а их одноклассники и педагоги активно поддерживают во всех начинаниях. Сегодня прошел один из обучающих семинаров, на котором о новом модуле рассказали педагогам школ. После чего они же внедрят новые знания на практике, но уже в своих учебных заведениях. Мы порой боимся людей с инвалидностью, не знаем, как с ними общаться. А существуют определенные паттерны поведения, существуют определенные фразы, которые помогают избегать сложных каких-то конфликтных, может быть даже ситуаций, неудобных ситуаций. И этот модуль позволяет нам найти нужные слова, правильно себя повести, чтобы не вызвать неудобства человека с инвалидностью и самим чувствовать себя свободнее. Этой программой работа по социализации инвалидов не оканчивается. Сотрудники психолога-медика социального центра и управления образованием науки разработали новый проект равной возможности образования. Уже с 1 сентября следующего года 4 сочинские школы перейдут на инклюзивное образование. Более 50 ребят с ограниченными физическими возможностями будут учиться со своими сверстниками в обычных школах.